всем привет вторая часть видео про логан буду собирать движок что-то делать дальше короче ездил в фильм купил запчасти кое-какие вот такие шпильки не знаю какие-то жигулевские типа видать так запчасти вот ремкомплект купил полностью на всю головку сразу же купил блин дорогие такие запчасти вот такой ремкомплект 4000 стоит сандера ларгус логан 8 клапанов 14 16 вам подходит карте к фильтр купил воздушный новый который стоял он какой-то уже замяты весь сплющенный тросик новый где труба приемная коллектора прикручивается там пружинка это так на запас взялку чтобы спирта еще это спинка правило такая ну это оригинал как раз там я какие-то не такие стоят это масляный фильтр прокладка это ничего себе чуть уже прокладка она здесь что ставится made in france ничего себе купил еще антифрейс 2 литра добавку и короче говоря вот это все у меня вышло думаете на сколько на 8000 там с копейками без шпилек ну шпильки они чего не наши тут 20 рублей шпилька стоит короче на 8000 вот только этот комплект стоит 4000 с копейками и остальное там еще вот коллектор тут отверстия как раз они на 10 подходят шпильки уже заводские какие-то главное маленькие вот это маленькая не подходит потом где-то вот тут вот на этой на середине а вот это нет тоже вот эти тут на середине подходят а боковые они вот как бы увеличенного размера ну может она как-то я не знаю на расширение видимо сделано чтобы как бы там играла может когда коллектор нагревается чтобы какое-то движение было небольшое тянуть не надо сильно эти шпильки в алюминии головки вот здесь вообще все алюминиевая она вообще желательно ключом конечно динамометрически затягивать у меня есть маленький ключ я буду делать тут все буду ключом затягивать там сверху головку саму тоже мне ключи все это есть как так сказать так что нормально вот она не знаю по идее притереть клапана ну блин я не знаю что их притирать они вон нормально там блестящий вы смотришь многие тут как-то головку снимает начинать притирать что там я не знаю зачем притирать если там уже все и так рабочие все работает никаких проблем с этим нету это понятно когда клапан меняешь там чего-нибудь а так смысл это вообще делать лишнюю работу так ничего все одну шпильку сделал можно сказать ну смысле не шпильку резьбу нарезал до конца там уже дошло дальше не крутится но видеть докуда просверлена дальше не идет сверло на восемь с половиной посверлил сейчас вот эту вторую еще надо будет ну-ка посмотрим что то как там резьба четко глубоко получилось нормально так ну что продолжаю делать дальше снял ось коромысел и как она правильно называется так вот распредвал крутится четенько все небольшой люфт а сегодня по есть ничего тут стопор стоит здесь два болтика выкручиваешь не достаешь и распредвал достать может еще посмотрим сальники клапанов ну как бы еще гнется такой как бы не сказать что прям он твердый хоть и когда клапан вставляешь него допустим он так туга как вот не залазит вот он туго даже раз так видно туговатенько так плотно заходит короче по идее можно не менять и там даже видно вот здесь вот вот ну вот в этом месте вот как она идет поясок вот этот уплотнительный он видно что он такой как-то даже не изношен сильно так сейчас клапан покажу вот клапан тут поясок как бы точечками такими небольшими идет типа раковинки маленькие такие но они на всех то я сколько знаю на выпускных постоянно такая фигня на впускных обычно там как гладкие такие как бы это блестящий а тут как выхлопные газы видать не выходит когда она все попадает может мусор какой-то за счетов какая-то гарь так прокладочка не прокладка не металла азбистая простая железная я думал без такая тоже клапочки посмотрите как они называются какие блин я не знаю вот или трогать не трогать мне в комментариях писали типа типа ничего не трогать пусть там стоит шпильки сделай пусть работает дальше который сейчас вот не знаю завидно будет не вас написано с одной стороны с другой gfv типа как тут такие же да тут точно такой же привод и приближу тоже написано лаза rd x7 3042 карте к даже инструкции бумажка и тут тоже есть на разных языках что карты к тестоцилиндры так смотрим два клапана впускной выпускной вот он впускной он такой блестященький всегда такие а выпускной всегда вот такой какой-то темный как это кому-то вы как прогоревший какой-то пятнами такими точки видео так вот чё внутри там смотрим ну все чисто главное впуск новым чистенький канал нагара почти нет но немножко есть там чуть-чуть чёт выпускной тоже вон нагара никого нету все чисто ладно все тогда короче делаю и потом посмотрим что там так ну все головка готова шпильки на месте стоят пришпилил все шпильки пришпилил как говорится с одной стороны отпилил чуть-чуть они вот так вот блин чтобы так вот эти шпильки перекрутил так вот эту и вот это вот шпилька она так был длинным концом как бы сюда наружу я перекрутил куда внутрь сделал чтоб подальше резьба зашла на фиксатор резьбы все посадил эти тоже чтоб на не выкручивались они как бы это вот уже схватились все не шевелятся они как бы это как сказать но в тугую до конца там резьба далеко сделано через черт глубоко сделал и это ну как далеко закручивается чересчур сильно и на герметик по-любому потому что так было не выкручивались постоянно а вот этот пытался выкрутить что-то не смог не идет человек туго сидит опускай тут все почищено обезжирил все здесь тоже заодно блок тоже почистил все сейчас можно ставить головку короче ось карамысел пока не ставлю чтоб клапана ну как бы не отжаты были потом я уже сверху тут поставлю клапана отрегулирую заодно головка легкая по сравнению вот допустим жигулевской сливы допустим головка мне кажется тяжелее это какая-то легенькая маленькая ладно поставил через все показывает не буду главное с этой стороны втулка направляющая с этой стороны нету тут вон так немножко как-то так не совсем как бы точно как я чего не могу понять по идее должна втулка же будет тоже так начать тяну головку выписку сделал такую где что как тянуть это крышка клапанов сначала 2 ньютона потом 10 порядок это гбц 20 ньютонов и довернуть до 110 градусов очередность как-то короче надо 1 2 сначала потом 3 4 5 6 потом 7 8 9 10 ну так вот такими как группами так после отпустить одну по очереди 1 2 отпускаешь ну вот этот ты ты вот это оба сначала ослабляешь и потом по-новому также опять затягиваешь 20 ньютонов и 110 градусов докручиваешь потом другие вот эти болты также ослабляешь сначала все тоже но так я делал вроде бы так как так и надо как я понял ты такой там 4 5 6 7 вот эти вот ну вот а 3 4 5 6 эти вот болты тоже также и все ослабляю и потом также опять полностью ну как 20 ньютонов и докручиваю 110 градусов и потом все 8 9 10 но это крайне также тоже таким же способом как получается три этапа как ну три группы болтов одновременно как бы ослабляешь там затягиваешь тоже чё к чему сделали какую-то ерунду болты осей карамыся вот эти вот вот эти резьба их тут тянуть сильно нельзя вот 23 ньютона на метр чтобы не сорвать резьбу потому что у них болезнь бывает эту вот резьбу срывает а гбц сначала я затягивал короче как и делал я сначала ну как с первого начал первый второй сначала я просто 20 ньютонов протянулся этот потом эти четыре по порядку там как ну как тут нарисован по этому порядку и потом крайне просто 20 ньютонов протянул а потом уже 1 2 начал дотягивать их 110 градусов все тоже так же по порядку тоже не совсем понятно как затягивать допустим может там в книжке не написано в инструкции как правильно точно уже как бы так но видео может есть такие какие-то интернете не знаю короче ну допустим 1 затягиваешь до 20 ньютонов и сразу же докручиваешь 110 градусов или надо ну оба болта сначала 20 ньютонов а потом докручиваешь или все надо протянуть по порядку 20 ньютонов а потом уже все по порядку докручиваешь что 10 градусов правильно неправильно да мне кажется этот не сильно такая большая разница там плюс-минус затянется нормально там сядет и участвовать и затягиваю я покажу последний блок вот он ослабленный вот он ослаблен сейчас вот так вот тяну сейчас 20 ньютонов у меня выставлено вот здесь 20 ньютонов вот тяну вот щелчок пошел и сейчас ставлю вот так вот ну вот так как вдоль двигателя делаю и 90 вот так ну до сюда меня протянуть и немножко еще больше так делаю и все ну чуть-чуть там так вот плюс минус там туда-сюда она слышно когда тянешь не начинает как бы так упираться туго идти вот уже тоже так идет уже вот все так прям ну слышно штуга идет уже это там не перепутаешь никак дальше тянуть уже как бы ну чувствуется напряжение такое идет усилие большое прокладку поставил как-то засла не очень надо еще было подточить здесь напильником протащил немножко вот эти отверстия тут они как бы это ну вот это маленькая вообще было угловое тут так такое как бы почти такое же но не подходила все равно натачивать было круглым напильником можно сверлом принципе просверлить даже но сверлом тоже он так неудобно будет завальцовываться развальцовываться все будет это сейчас нам будет коллектор мерить как он подойдет не подойдет мне кажется должен подойти все нормально сейчас не буду пока сейчас сделаю ремень поставлю клапана все отрегулирую это дело крышку закрою чтоб тут мусор никого не попадал а потом уже здесь коллектором буду заниматься а чё еще добавлю не стал менять колпачки клапанов нафиг думаю пускай пока стоят потом их принципе недолго поменять вот снять крышку так ну чё делаю дальше поставил ремень замечал маркера полоску рисовал получается вот поэтому вот такой треугольничек вот треугольничек это на четвертом цилиндре сейчас двигатель стоит ну так сжатия получается он на четвертом говорю на первом но с той стороны как получается по нашему 4 там пареновскому 1 ну там внизу метки там чё там метки там так я подметил тут тоже но тут разницы большой нет вот и метки поставим там блоки там на поддоне и вот метка тоже принципе можно даже не подмечать бласты подметил так хочу чё сказать внизу ремень там он не перескочит никак так что можно не бояться сейчас когда я его снимал же шкив у меня не снятый и я пытался так там его прокрутить там чтоб он так бы перелетел через зубья не не перелетит там потом это видео до чего смотрел тут в интернете и моё там видео есть и другие видео там на картинке даже нарисовано фотки есть там ремень как он как бы короче там ну так как постель такая идет вот там внизу где ремень ты сидишь где вот сама эта звездочка вот это привода на коленвале и она там вплотную так короче к этой постели и ремень только-только так плотную там входит и он никак не выпадет и там не пину не перепрыгнет сто процентов разницы нету главное что вот эта метка где я заметил было по треугольничку поэтому и все все правильно будет так что ничего сложного там этот натяжной натянул там максимальное такое положение сделал ну-ка максимальную натяжку и болт затянул тут гайку вернее там неудобно так подлазить вот такая головка у меня сделано проточки и вот ключом на 22 вот он так по-другому бы никак не подлезть даже головка простая не подойдет там потому что места нет вот так его вставляю и ключом просто подтягивать больше никак как я не знаю какой-то спец ключ по идее тут эту гайку на затягивать моментом 50 ньютонов что ли динамометрическим ключом я пытался тут что-то залезть нифига ось карамысел тут смотрел где-то видео тоже и тут обязательно это очень важная такая фигня короче уже многие не знают об этом короче говоря вот тут есть вот и как видно вот болда вот первый болт идет тут еще между прочим метка стоит вот такая проточка эту перед значит где со стороны грм ремня и вот болты раз болт вот он такой ровный сверху им написано тут тоже гладкий и тут вот эти вот эти два болта тоже написано у них выемка такая идет углубление они другой длины вот эти болты не такие как эти но вот так там разница вообще небольшая вот даже сейчас покажу разница вообще очень маленькая вот так если друг на друга поставить вот разница чуть-чуть там миллиметр на может полтора может там от силы 2 разница и получается вот эти болты они длиньше их нельзя ставить но местами менять вот с этими сюда вот такие именно должны быть с углублением на эти вот такие плоские сверху потому что получается где-то видео снял мужик и рассказывал вот вот этот болт если поставить сюда он длиньше тут впереди шейка идет такая большая на распритвала и он туда в как в шейку упрется и как ее ну да вонет шейку там там стружка начнем ну-ка потом короче он как зажмет даже распритвал будет туго двигатель крутится сначала там кто-то делали сначала не поняли что такое что-то туда крутится в наглую же крутить давай там в этот распритвал все расхерачила болтом болт здесь как ну так сточила его стерла эти стружка до чего ты там попала туда вот ну внутрь туда вот этой шейки и начало там все изнашивать потом завели они там кое-как где ты все износилось и потом начал распритвал стучать там так болтаться и затягивать их надо 23 ньютона на метр перетягивать нельзя ни в коем случае потому что головка алюминиевая резьба сразу срывается тем более резьба мелкая тут резьба насколько миллиметровая например сразу вообще срывается это если бы была она покрупнее полтора лекает там 125 надо как бы ну крепче было мелкая на вообще чуть чуть сильнее все ай клапана насчет клапанов тут все это обычно делают 025 сколько вот видео смотрел и типа и впускные выпускные 025 нормально самый лучший вариант потому что там по инструкции чё за впускные должны быть 01015 и короче гряд их так регулирует если по 015 они как их зажимать потом начинают особенно гид на газе когда вот работает машина их зажимает ну там я не знаю почему там и нагреваются они или хрен знает и начинает машина неравномерно работать могут все клапана погореть как бы как-то подстраивать начинает что такое ну я думаю мне кажется впускные даже 02 сделать ничего страшного не будет а эти 025 выпускные ну к примеру так вот так сделаю посмотрим что будет тут вот я сейчас когда снимал замерял размеры на двух клапанах один был короче 03 спокойно зашел так спокойненько раз заходит в один клапан в другой какой-то не помню а выпускной выпускной 03 уже так туго так еле как я запихал ну где-то 0025 это но чуть больше может было а вот выпускной было это чем много видимо как или фиг знает какой-то вот на четвертом цилиндре ну на первом смысле так ну что делаю дальше отрегулировал клапана сейчас хочу так ну заострить внимание на насчет регулировки клапанов так скажем а то в интернете смотрел то что ты столько там мудрежа с этими клапанами да так да их как-то там регулировать какие-то способы для такой да это не такой какой-то 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 там максимального открытия клапана или чё там какая-то мудреж какой-то короче как метки ставить там что-то вот эти все были вообще так простейшие регулируются вот он получается меткой за треугольничек 4 но первый цилиндр париновский он в такте сжатия и вот эти два сразу клапана регулируют впускные 02 выпускные 025 сделал не знаю посмотрим как получится но мне кажется должно нормально быть вот как видно на шкиве метки стоят маркера сделал получается здесь они через девять зубьев вот так вот девять зубьев отсчитываем и метку ставлю на зубе опять 9 зубьев еще метку ну тут сначала я провел вот отсюда так вот линейкой как бы так вот по центру там по центру сделал внизу в метку и потом через девять зубьев здесь еще и здесь вот метку и все ну получается как четыре метки получилось на четыре цилиндра первый цилиндр потом прокручиваю вот просто за шкив на 19 там ключ что ли на 18 прокручиваю просто по часовой стрелке и допустим по этой метке первый цилиндр тот задний регулируются потом прокручивала до этой метки это там будет такой третий вроде бы потом еще до следующей метки четвертый потом еще следующую метку этот второй все и так оба клапана сразу регулирую как бы ничего сложного такого тут нету если бы не снимал это очко ромысл то зазоры бы ну нормальные все одинаковые были так ну как как отрегулирована они были такие зазоры есть а я в очко ромысл снял потом поставил туда обратно стал регулировать ну смотреть крутить раз этот клапан люфт есть как бы зазор она этом на выпускном не было зазора как как это не зажало так его я еще думаю че такое вроде до этого проверял люфты ну как зазорчик тоже был на впускну а потом дошло вот эта ось когда кармысла ставишь она немножко как бы ну не точно стоит она как бы ну играя и она просто сдвинулась видимо как-то в ту сторону и тут клапан немножко поджала кармысла как бы сюда чуть-чуть как ближе стала плотнее а здесь наоборот больше получается что кармысла если снимаешь то в любом случае надо будет клапана регулировать а если не снимаешь то можно как бы их и не трогать даже момент затяжки 23 ньютона этих всех болтов и вот еще раз повторяю вот болты вот эти должны здесь стоят ну как вот с выемкой выемка такая на болту этот болт длиннее чем вот этот и вот это если поставить сюда то вот здесь шейку задерет зажмет болтом шейку распредвала или короче это можно испортить головку и распредвал попортится это может поцарапаться ну или даже может я не знаю или это сюда поставить может и здесь шейку задерет не знаю короче зачем так сделано непонятно разница болтов там были вообще миллиметры какие-то миллиметр там полтора по идее вот ну сделайте их вообще одинаковые да и все как-то тоже мудренно так сделано так ну что процесс идет в общем-то основное все поставил сделал крутился тут крышки опору тут все это прикрутил осталось чем тут мне поставить фильтр воздушный эти колпачки надеть дачу тут на герметик посадил патрубок намазал тоненьким слоем там сначала обезжирилась само собой понятно почистил перед этим намазал подождал чтоб герметик подсох немножко и потом прикрутил все нормально еще хочу сказать между прочим вот здесь вот в этом месте такой как канал идет отсюда и туда вниз типа короче как масло охладитель сделан ничего себе даже налога не масло охладитель весь вот масло охладитель или как он получается ну типа короче масло с головки оттуда сверху стекает тут проходит через канал здесь как антифриз как раз выход в головке и он как бы тут как-то видеть не знаю ну специально сделан что типа масло охлаждается здесь ну типа короче масло охладители масло нагреватель не знаю покажу коллектор все поставил ну не поставил еще вернее так и подогнал все сейчас на месте не подходила ни хрена получается вот это отверстие рассверливал на 2 на так на 12 будет не на 11 это на 11 сверло потом вот это тоже просверлил на 11 тоже как-то нигде-то не совпадало и вот это тоже пришлось короче все три рассверливая и еще так расширял немножко туда так стороны в эту сторону и вот в эту сторону эту шпильку отверстие расширил так прям сверлом просто так туда давать давил как и сейчас нормально сейчас осталось закрутить тут гайки еще на урале на вот урале у меня есть между прочим сюда гайки на 125 резьба камазовская резьба такие же короче тут болты как ну гайки вот эти карданные болты вон я покупаю на урал камазовский вот точно такая же резьба 125 на 10 антифриз залить поставить фильтр воздушный масло еще вот надо я не знаю на масс масло поменять бы сажены пробку на подоне сейчас отключу тут подлезть правило неудобно будет подлазить я в яме вода здесь у меня так что придется прям так вот чуть-чуть открутить пробку немножко посмотреть антифриз там натек много-немного то вот эти плоскости замучился чистить более тут все какой-то ржавчины какой-то в прокладки старая на не отходит ни хрена кое-как потом очистил это все напильником шарку чтоб чтоб ровненько все было чисто тут прокладка нормальная я менял когда ну давно уже она такая новая почти можно сказать ладно все тогда делай потом уже будем заводить наверно запускать движок смотреть как он будет работать так ну что наконец-то все доделал принципе ну колеса еще на поменять зимние стоят масло поменял сразу же прямо вот отсюда и здесь как раз поддон с этой стороны тут аккуратно раз подлазишь там сливаешь только ну такую маленькую какую-то на канистру обрезанную низкую все ну домкрата можно приподнять принципе выше ниже там как надо по пробегу как раз уже подходила к замене так что нормально сейчас посмотрим сколько пробег вот 169 ничего себе антифриз еще до выдалил как бы и надо будет час завести движок поработает немножко потом еще воздух вот отсюда строить через некоторое время все наверно будем заводить час запускать посмотрим как он все правильно сделал неправильно накосячил может что-то сейчас не заведется посмотрим пол пинка пасаны все обгорать начинает вот потраивает чуть-чуть подстраивал ничто с учетом я прогреется немного но часто хорошо стало тихо ничего не шумит не жужжит на это выхлоп не пшикает ничего как раньше было где постоянно цикл четко работает тихо ладно на этом закончу ремонт логана всем всего хорошего удачи до новых встреч кому то может было интересно пригодится мало ли а